Блогер Наталья Ширеева рассказала, что в выходные побывала на встрече депутата Госдумы Владимира Бурматова с экоактивом Самарского региона. Мероприятие проходило в Зимнем саду Самарской Губдумы, что весьма символично. Состав, привлеченный к дискуссии людей, был разношерстным, от волонтеров до целого министра лесного хозяйства. Встреча шла почти три часа. На мой взгляд, высказывания депутата хоть были местами и жесткие, но вполне справедливые. Бурматов избран от Челябинска, поэтому воздействовать позитивно на электорат не планировал. Меня интересовал вопрос о выбросах с предприятий Тольятти, Новокуйбышевска и других городов. Может быть, стоит как-то поменять законодательство? А то выходит, что заводы по большому счету находятся под минимальным контролем и под угрозой смешных штрафов. Бурматов тогда вспомнил родной Челябинск. У вас, мол, иногда воняет, а у нас иногда не воняет. Здесь зал смеется и аплодирует. Но в целом, конечно, ситуация печальная в обоих случаях. Большой резонанс вызвало видео, выложенное в паблике «Автомобильная столица» соцсети ВКонтакте. В Тольятти они известны и злодеи раскладывают наркотики на детских площадках. В пятницу, 15 ноября, два негодяя разложили запрещенные вещества на площадках во дворе дома Надержинского, а также на территории, расположенной рядом с гимназией. «Вызывает ярость, что эту опасную заразу суют буквально в наши песочницы. Что попало на камеры видеонаблюдения, мы успели вытащить и выкинуть. Требуем от полиции разыскать этих двух закладчиков, благо их легко узнать, принять в отношении них те или иные меры», — говорится в публикации. Видео набрало почти 150 тысяч просмотров. Реакция читателей — негодование. «Было бы неплохо, если бы полицейские задержали не только закладчиков, но и организаторов», — пишут комментаторы.